Безопасные и качественные дороги, как долго они могут прослужить? Искать ответы на этот вопрос отправились активисты ОНФ и наша съемочная группа. Они вернулись. Ямы по улице Семенова в Новочебоксарске. Этот участок дороги отремонтировали по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Но качественного асфальта хватило меньше, чем на год. 3,5 метра длина, 43 сантиметра ширина, 9,5 сантиметров глубина. Яма с такими параметрами представляет серьезную опасность для автолюбителей. На дороге уже стала образовываться колейность, а все из-за нарушения технологии укладки полотна. Это дефект дорожного покрытия в виде выбоя, который мы видим. Глубину ее мы зафиксировали около 5 сантиметров. Этот участок дороги находится на гарантии. Яма такая же, а улица другая, Пионерская. Дорогу отремонтировали в конце июня прошлого года, но покрытие уже стало разрушаться. «При фрезеровании мы выявили то, что основание этой дороги – дорожные плиты под асфальтом. И, видимо, дорожные плиты сыграли, образовались, видимо, ямы и трещины. И, так как продольный уклон дороги очень большой, вся вода попадала туда и, видимо, размыла. Когда наладится погодное условие, вырежем, отфрезеруем, вырежем карту и заасфальтируем этот участок». Еще одно нарушение активисту ОНФ нашли на улице Южная. Яма образовалась вокруг канализационного люка. «Рядом с колодцем начинается разрушение, что может привести уже к образованию еще больше выборов. Автомобиль будет приезжать, края, кромка будет выкрашиваться все больше и больше. Сейчас она уже больше допустимого значения». Правда, в этом случае виноват не подрядчик, а коммунальщики. В конце марта на этом участке произошла авария, и службы ремонтировали теплотрассу. Асфальт вскрыли, а новое покрытие не уложили. «Сейчас дождливая погода и минусовая погода. Сейчас уложить асфальт смысла нет, будет нарушение технологий. Соответственно, когда будет нормальный температурный режим, и, соответственно, коммунальные сети исправят все свои недочеты». Советская, одна из центральных улиц Новочебоксарска, ее тоже отремонтировали по федеральной программе. Неровность асфальта – это нарушение выявили общественники. «Как мы видим, здесь разрушение значительное. Уже идет вот в виде колейности вместе с тыков дорожных полос. Исправлять недочеты подрядчики будут за свой счет. Гарантийный срок – 5 лет». «Те вопросы, которые у нас возникли, и те недостатки, которые мы выявили совместно с отделом дорожной деятельности, были уже направлены подрядным организациям, которые ремонтировали данные дороги. Соответственно, чтобы они в месячный срок исправили». Активисты ОНФ отметили общую проблему для всех новых дорог – отсутствие дорожной разметки. Эту ситуацию тоже исправят. Подрядчик уже определен. Работы начнутся в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.